Раньше мы торговали вдоль этой улицы. Однако в 2012 году, когда проложили здесь асфальт, нам сказали, что здесь запрещена стихийная торговля. И с этого момента здесь никто не будет заниматься торговлей. Следуя закону, мы ушли оттуда. С тех пор это место служит проходом. Но совсем недавно здесь установили фасад и планируют поставить павильоны. Как это понимать? Значит, нам нельзя, а директора мужского рынка можно. По словам торговцев, Оржский рынок возглавляют 72 человека. Одному из них принадлежит торговый дом Дарьи, бывший Аларча. Уже установили фасад, завтра, послезавтра здесь появятся павильоны. Каждый день милиционеры прогоняют торговцев на тачках с этого места, так как стихийная торговля здесь запрещена. Однако они жалуются, почему этот закон распространяется не на всех. Почему каждый божий день милиционеры выгоняют нас отсюда? Мы пытаемся как-то заработать, чтобы прокормить своих детей. Милиционеры берут у нас деньги по 200-300 сомов в день и разрешают 2-3 часа торговли. Хотя здесь незаконно строят павильоны. Мы ходили к этому директору данного торгового дома. Он нам открыто сказал, что их крышуют с белого дома и им можно, а нам нельзя. В скором времени здесь перекроют, где люди будут проходить. И так везде перекрыто, из-за чего пожары на рынке. Чтобы разобраться в данной ситуации, наша съемочная группа встретилась с тем самым директором торгового дома, который сразу же предъявил документы и рассказал, что у него есть разрешение и от госархитектуры, и от мэрии, а также от госэкотехинспекции. Чтобы проверить, насколько это правда, мы обратились к вышеперечисленным органам. Как оказалось, у директора данного торгового дома имеется разрешение от Государственного агентства архитектуры. И по предоставленному проекту следует всем противопожарным нормам. На основании положительного запрещения Госэкотехинспекции выдано разрешение на выполнение строительно-монтажных работ от 12 марта 2018 года. Спросили и у Госэкотехинспекции. Как оказалось, там знают про незаконные постройки. Однако внимания как такового на это не обращают, говоря, что данный вопрос их вовсе не касается.